Успенский пост это необычные дни, это очень святые дни и мы с вами видим, что за нашими плечами сейчас люди знаете, своими руками, руками, можно сказать, грешных людей возводят удивительное такое сооружение, храм Божий ведь любое дело, которое мы с вами делаем обычное, необычное, торжественное, соборное или так вот, в бенуществе, оно очень важно перед лицом Божиим потому что Бог, Он все видит, за все воздаст и очень важно быть ответственным за вот эти дела очень важно и даже самое малое дело, которое мы с вами совершаем ради Господа, ради Христа оно однозначно будет Богом увидено, услышано и естественно Господь нам даст еще больше возможностей и вы правильно сказали, что мы в преддверии того, что как только мы закончим кровельные работы покрасим снаружи храм, сейчас уже краску завезли у нас предстоит впереди тоже очень интересное событие мы будем освещать компан, то есть колокол мы уже его завезли, двухпудовый тоже подарок наших добрых помощников и мы этот колокол будем воздвигать после этого уже начнется внутренняя работа и хотелось бы помолиться, попросить Господа чтобы Он, у нас уже есть некоторые помощники которые хотят нам помочь для внутренних работ чтобы они это все-таки совершили укрепились, чтобы они, да? у нас 24 августа будет собрание где будет решаться наша участь и у меня, я не знаю, я не уверен, конечно, что это будет решение принято но я жду этого дня с какой-то радостной надеждой что все-таки это не по воле людей потому что люди малознакомые но, может быть, Господь нам даст очередной такой импульс для дальнейшей деятельности и таким образом Он нам скажет или покажет, или как-то благословит нас на дальнейшие наши такие труды спасибо, Господи Батюшка, я вот еще бы хотела, чтобы Вы, может быть, к людям бы обратились тем, которые здесь живут потому что все-таки они не настолько активны, насколько бы хотелось получается так, что приезжают местных совсем мало в основном приезжают именно из Вашего прихода с местными людьми они помогают здесь их не так много а вот местные, которые могли бы реально помочь они все-таки как-то уклоняют если бы пришло человек 10-15, например сделали бы, организовали бы субботник тут, наверное, бы и все гораздо лучше и быстрее пошло бы ну, Вы знаете, я бы не сказал так вот категорично потому что помощь бывает разная почему? мы почему-то вот помощь видим какую-то материальную помощь или же помощь организационную то есть там люди пришли, там что-то подделали, ушли но наш народ, он не простой народ это не просто такой, знаете, вот просто люди, которые живут на этой территории наш народ прошел, ну, можно сказать, неимоверное страдание неимоверное лишение и вера его или доверие к тем людям, которые что-то здесь воздвигают она не сразу происходит понимаете, она происходит изнутри и вот эту веру нужно собирать по крупицам и надо, вот знаете, очень много вот этих самоцветов собирать потом приносить их в такой чистый ручей и долго их там отмывать понимаете уже тот факт что нам никто не мешает то есть нам не строят здесь баррикады там, знаете, вот как в Москве сейчас например, хотят храм построить а там, значит, идет какая-то компания такая противодействие там какие-то демонстрации устраивают там протесты и так далее такого здесь нет здесь все благорасположенные значит, настроены но если у них нет каких-то средств там, денежных там, или еще каких-то сил нет там прийти помочь это не значит, что люди ну, каким-то образом не помогают не помогают, да они помогают тем, что они в каком-то, знаете в ожидании в ожидании того, что не пришло еще и время, да? ну, может быть, да да, знаете, они как, знаете, вот как та бабочка, которая еще в куколке не вызрели не вызрели и вот как только проклюдится как только вот крылышки-то раскроются вот тогда, значит, все оно и запорхает ну, я, например, знаю, что Алексей Мичев такой был батюшка он, когда ему дали храм такой храм был Николаев-Клюник ну, то я часто ходил храм в Москве так вот он служил там 8 лет в пустом храме вообще никто туда не ходил и он никаким образом не занимался распространением какой-то, знаете, вот такой информации там, что вот он батюшка там служит его там сам Иоанн Кронштадтский благословил там служить и так далее ну, просто вот честно, добросовестно служил не сокращал ничего и потом его храм был переполнен он уже потом во святых стал да просто потому, что он добросовестно честно выполнял свою работу и что нам сейчас не хватает вот нашему населению им нужно просто увидеть своими глазами почувствовать своими какими-то возможностями что здесь не что-то такое вот готовится для очередной какой-то компании правильно а что это это наше самое главное может быть доброе дело которое поможет не только нам современникам а и нашему будущему поколению нашим детям нашим внукам и может быть другим каким-то поколениям а вот это созидание вот этого удивительного духовного такого здания веры нашей которая проецируется не просто на период кампании какой-то а вот на долгие-долгие годы может десятилетия может быть столетия этот фундамент созидается основательно понимаете его нужно делать спокойно не спеша преодолевая какие-то вот трудности там в основном искушения которые нам всем сопутствуют в этом плане мы не гонимся за какими-то знаете вот сразу огромными объемами мы хотим чтобы вот этот очаг веры очаг нашего света он потихонечку так возгорелся и вот эти сырые дрова которые вокруг нас находятся они же сразу не загорятся они сначала будут высыхать в том месте где горит огонь а потом они потихонечку потихонечку будут возгораться и дадут уже то пламя тот огонь веры который необходим для спасения душ наших спасибо Господи